МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. В Самарской области могут снова ужесточить ограничения по коронавирусу. В пяти муниципалитетах уровень заболеваемости выше среднего по области. Нелегальные киоски снести, а законные привести в порядок. Глава Самары Елена Лапушкина проверила объекты потребительского рынка. Госуслуги без предварительной записи. В какие ведомства теперь снова можно обратиться напрямую? В Самарской области в 3,5 раза увеличат размер разовых выплат для малоимущих граждан по социальному контракту. Пособие составит не 10, а 35 тысяч рублей. Эти средства граждане могут использовать только по целевому назначению. Например, вложить в собственный бизнес, потратить на образование или на развитие подсобного хозяйства. Увеличить выплаты предложил губернатор Дмитрий Азаров на очередном заседании областного парламента. Депутаты идею поддержали. Тему продолжит Мария Левина. Доходы региональной казны по итогам прошлого года превысили 177 миллиардов рублей. Расходы – 170 миллиардов. Профицит областного бюджета составил почти 7 миллиардов рублей. Эту информацию озвучили на очередном заседании Самарской губернтской думы. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2019 году удалось обеспечить устойчивость областного бюджета. На 4,5% увеличат по сравнению с планом собственные налоговые и неналоговые доходы. Обеспечит беспрецедентные по объему безвозмездные поступления с федерального бюджета. Большую часть из них направят на социальную сферу. Депутаты поддержали инициативу губернатора Дмитрия Азарова об увеличении выплаты по социальным контрактам малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам в трудной ситуации. Пособие составит не 10, а 35 тысяч рублей. Депутаты приняли решение, внесли изменения в законодательство Самарской области. Я вышел с инициативой. Мы в 3,5 раза увеличиваем средства, которые направляются семьям по так называемому социальному контракту. Был 10 тысяч, а сейчас 35 тысяч. Дополнительно предусматриваем средства, которые могут быть потрачены на подготовку-переподготовку до 50 тысяч рублей. Это все должно работать и на увеличение доходов конкретной семьи, и на восстановление экономики в целом, потому что социальный контракт нацелен в том числе на занятия предпринимательской деятельностью, чтобы люди начинали заниматься предпринимательской деятельностью. Планируется в этом году также ускорить темпы дорожного строительства в регионе. В Самарской области появится новая награда – почетный знак губернатора за заслуги в развитии добровольчества. За ее появление депутаты проголосовали единогласно. Когда мы думали, я спросил губернатора, да я двумя руками, почему отдельно эту награду не сделал за это волонтерское добровольческое движение. Если вы представляете, то в жару они ездили по всему городу, эти мешки, пакеты же надо занести, принести, в масках тоже там и рисковали. Ну, по-всякому, они все это делали. Их таких людей немало, их же тысячи, не сотни, а тысячи людей. Поддержка волонтеров – одно из направлений национального проекта образования. Напомним, в период действия ограничительных мер в Самарской области работал штаб добровольцев, куда самарцы могли обратиться за помощью. Мария Левина, Сергей Баскин, События. В Самарской области возобновляются пассажироперевозки на большие расстояния. Из Курумыча с 1 августа начнут летать самолеты сначала в ближние зарубежья, а потом и в дальние страны. А железная дорога вновь запустила поезда до Адлера и в Республику Крым. Но когда сообщение восстановится в полной мере, пока неизвестно, поскольку в пяти муниципалитетах региона уровень заболеваемости выше среднеобластного. Всего же за сутки в Самарском регионе зарегистрировали 102 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Подробности в следующем сюжете. Железнодорожное сообщение между Самарой и другими городами страны восстанавливается. Сегодня курсируют 14 поездов, в том числе два состава в направлении Самара-Адлер и Самара-Пенза-Анапа. 19 транзитных поездов. Восстановлено движение до Республики Крым. Фирменный поезд «Жигули» номер 910 «Самара-Москва» планируют запустить 17 июля. Кроме того, между этими городами регулярно курсирует поезд 49-50. Восстановлено на сегодняшний день по территории Самарской области 14 пар поездов. В том числе, как и Ван Ванюш, вложил два поезда, его формирование 12 транзитных. Для обеспечения потребности объема пассажирских перевозок увеличена составность фирменного поезда 49-50 с 7 до 12 вагонов. Аэропорт Курумыч с 1 августа планирует возобновить полеты сначала до ближнего зарубежья, а затем и в другие страны. С начала года из воздушной гавани Самары выполнялись рейсы по 76 направлениям. Из них 46 внутренних. Остальные – международные направления. В Москву сейчас выполняется 10 рейсов в сутки при пассажиропотоке более 30%. Число пассажиров продолжает расти. Если в мае Курумыч насчитал 29,5 тысяч пассажиров, то в июне уже более 65 тысяч. Возобновлены полеты в Нижний Новгород и Минеральные воды. Увеличилось число пассажиров, вылетающих на Москву и Санкт-Петербург. И с 15 июня Курумыч вновь перешел на работу в круглосуточном режиме. Сейчас положительная динамика сохраняется. На начало июля удалось восстановить половину докризисного пассажиропотока. Дальше будет зависеть от пассажиропотока поэтапное восстановление до ограничений. И на железнодорожном вокзале, и в аэропорту проводится измерение температуры пассажиров. Соблюдается масочный режим. Обеспечен доступ к санитайзерам, маскам и перчаткам. Для соблюдения социальной дистанции нанесена разметка. А в конце июля в Курумыче планируют открыть ресторан. Но это станет возможным лишь в том случае, если в регионе наметится спад по заболеваемости коронавирусом. А пока ситуация не радует. В пяти муниципалитетах Самарской области уровень заболеваемости выше среднего по региону. В Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокубышевске и в Ставропольском районе. Губернатор Дмитрий Азаров заявил, что если жители муниципалитетов не будут соблюдать масочный режим, в регионе снова введут жесткие меры. Я считаю, что крайне важно на штабах местных рассмотреть информацию, которая сегодня представлена главным санитарным врачом. Не позднее четверга представить в адрес регионального штаба предложение по усилению контроля. А возможно, коллеги, если на местном уровне вы приходите к такому решению, усиление ограничительных мер. Новые ограничительные меры, если к ним все-таки придется прибегнуть, будут касаться не всего региона, а отдельно взятых муниципалитетов, в которых ситуация с ковид наиболее критичная. Андрей Горгуленко, Виктория Шаре. События. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с представителями фитнес-центров. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграме. Владельцев и работников спортивных площадок волнует, когда можно будет открыть клубы для занятий спортом. Глава региона пояснил, что для этого необходимо одобрение Роспотребнадзора. Которого пока нет. И предложил представителям фитнес-клубов подготовить список с дополнительными санитарными мерами, которые спортклубы смогут соблюдать в случае открытия. Что бы я предложил до конца недели с Дмитрием Анатольевичем, в первую очередь, отработать эти... Проанализируйте все, что есть в требованиях санитарного врача. И дайте предложения повышенных для себя обязательств. Предложения будут рассмотрены на ближайшем заседании оперштаба, сказал Дмитрий Азаров. Также губернатор поручил проанализировать вопросы, в которых фитнес-центрам нужна поддержка. Владимир Терентьев стал еще одним вице-губернатором Самарской области. Его кандидатуру сегодня утвердили депутаты на очередном заседании областного парламента. До настоящего времени чиновник находился в статусе исполняющего обязанности. В региональном правительстве Владимир Терентьев начал работать с октября 2018 года. Он перешел туда из мэрии Самары, где занимал пост заместителя главы города, руководителя аппарата администрации. В правительстве региона Терентьев возглавлял администрацию губернатора. Напомню, это уже второе кадровое изменение в Кабмине за лето. 2 июня должность вице-губернатора занял Дмитрий Кочергин. Также он остался руководителем департамента внутренней политики Самарской области. От неухоженных киосков до опрятных прилавков глава Самары посмотрела, как организована лоточная торговля в разных районах города. Елена Лапушкина пообщалась с жителями, которые рассказали, какие неудобства создают им стихийные торговые точки. Какой документ поможет исправить ситуацию, узнал Андрей Горгуленко. Снести нельзя оставить. Запятую в этой фразе относительно киосков на пересечении Черемшанской и проспекта Кирова предстоит поставить городским властям. Одни жители привыкли здесь отовариваться, другие устали от постоянного запаха жареного мяса, рыбных отходов и мусора. Павильоны тех, кто торгует незаконно, уберут. Легальных торговцев обяжут следить за своими рабочими местами. По нашим законам, включаем в реестр, в график включаешь на вылаз. Остальное просто, если они востребованы у жителей, принимайте решение, собирайте владельцы, чтобы они приводились в порядок. Привыкли жители покупать товары недалеко от дома и на улице Ставропольской. Здесь торговлю ведут более организованно. Предприниматели поставили аккуратные однотипные торговые точки. Однако установили их на тротуаре. Сейчас специалисты администрации промышленного района и департамента экономического развития подбирают место, куда перенести эти киоски, чтобы они не мешали горожанам, но оставались в шаговой доступности для местных жителей. Тут вопрос-то именно в том, что в принципе они не против, чтобы было, но и в то же время, чтобы было чисто, аккуратно и так далее. Но вот вопрос опять же к этим продавцам. А вот для одного мини-рынка уже удалось найти место. Предприниматели, работавшие в торговых рядах на пересечении Авроры и Аэродромной, переберутся на новую муниципальную круглогодичную ярмарку. Она развернется на пересечении Дыбенко и Булкина. Здесь появятся большие шатры для продавцов. Подготовить территорию планируют к осени. Вот прям привязан к месту. Выглядит неплохо. Здесь получится ярмарка на 40 мест и еще внутренняя территория, которая позволит проковаться. Небольшое другое устройство, так как у нас вот этот участок тоже в косвете. Эту ярмарку и все другие новые торговые точки будут оформлять в соответствии с дизайн-кодом города, который разработало управление главного архитектора Самары. В документе прописали рекомендации о том, как должен выглядеть город по наружной рекламе, по содержанию фасадов зданий, по развитию облика улиц и общественных пространств и по оформлению легальных торговых киосков. Я очень надеюсь, что мы и с предпринимателем найдем точки соприкосновения и услышим, и поймем друг друга, что мы хотим. Мы никоим образом не против бизнеса. Мы никоим образом не против предпринимателей. Мы против того, чтобы это было незаконно, чтобы это было неэстетично, чтобы это было неудобно жителям. Те киоски, которые уже давно легально работают, тоже начнут постепенно приводить к единому дизайнерскому решению. Это позволит создать ухоженное городское пространство, в котором все элементы будут сочетаться друг с другом. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Привести в порядок контейнерные площадки. Такую задачу поставил перед районами первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. В качестве примера он привел территорию на Буянова, 54. Здесь еще недавно лежали скопления строительного мусора, спиленные ветки и выброшенная мебель. А теперь аккуратные контейнеры и чистота вокруг. Сегодня в беспорядочном состоянии находятся около 50 площадок по всему городу. Дело в том, что в обязанности рекоператора входит только вывоз твердых коммунальных отходов из самих контейнеров. А что касается крупногабаритного мусора, который обычно лежит рядом, то его должны вывозить сами жители с помощью лицензированных перевозчиков. Но пока горожане к этому не привыкли. И многие продолжают складывать ненужные вещи на контейнерные площадки. Навести порядок поручено в течение суток. На этом этапе я большую роль возлагаю на районы, которые должны именно в этом вопросе быть организующим звеном. Взять палку, независимо от кого, увезти мусор, а потом разбираться. Вот все, надо вывезти мусор, а вот район пусть разбирается, чей это потом мусор, кто куда увез и тому подобное. И для жителей это тоже должно быть совершенно... Вот он его положил на контейнерной площадке, пусть его увозят. В Самарской области некоторые госуслуги снова стало возможным получить без предварительной записи. Напомню, во время пандемии ведомства прекратили прием заявлений в порядке живой очереди. В марте и апреле можно было получить услуги только по предварительной записи и только в случаях крайней необходимости. Государственные и муниципальные услуги в МФЦ с 9 июня стали оказывать без бронирования талона. Однако приоритет обслуживания остался за теми, кто записался предварительно. А теперь еще пять федеральных структур также принимают заявления в порядке живой очереди. Полиция, Управление Роспотребнадзора, Федеральная служба по труду и занятости, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Однако не любую услугу можно получить в Пенсионном фонде по факту его посещения. В порядке живой очереди принимают только заявления на выплаты на детей до 16 лет. Регистрируют и восстанавливают учетные записи на портале госуслуг, выдают с НИЛС. При этом только по предварительной записи можно попасть в региональные подразделения МЧС, налоговую, службу судебных приставов, кадастровую палату. Вместе с тем налоговая и служба судебных приставов принимают документы и в электронном виде. Не принимает заявлений ни в порядке живой очереди, ни по предварительной записи только Росимущество. Но обратиться за услугой можно в электронной форме или через МФЦ. Еще одна услуга, которую могут получить некоммерческие организации и малый бизнес, это частичная компенсация затрат на закупку средств индивидуальной защиты. Кто конкретно и когда сможет рассчитывать на эту помощь, а также последние изменения курсов валюты, расскажет Андрей Горгуленко. Новости экономики продолжит эфир. Здравствуйте, в эфире новости экономики. Расскажу о них я, Андрей Горгуленко. Центробанк России повысил курсы иностранных валют. Во вторник, 7 июля, доллар США вырос на 0,84%. Стоимость американской валюты составила 71 рубль 34 копейки. Евро поднялся на 1,34%, 80 рублей 56 копеек. Стоимость нефти марки Brent по состоянию на 11 часов дня выросла на 1,8% и оказалась на отметке 43 доллара 48 центов за баррель. В Самарскую область могут зайти инвесторы из Республики Беларусь. Предприятия соседнего государства готовы к сотрудничеству. Это стало известно в ходе видеоконференц-связи с представителями торгово-промышленных палат Самарской области и Беларуси, и белорусскими производителями. Потенциальные инвесторы готовы сотрудничать с региональными и сельскохозяйственными, моторемонтными, дорожно-ремонтными предприятиями, а также предприятиями топливно-энергетического сектора. Интерес белорусских инвесторов к 63 региону, особенно тех, кто хочет реализовывать проекты в сельском хозяйстве, легко объяснить. С начала года из Самарской области вывезли более 687 тысяч тонн зерна. 32 тысячи тонн отправили за рубеж. Основные экспортируемые культуры в этом году – пшеница 60% от общего объема и ячмень 19%. Потребителями Самарского зерна стали Азербайджан, Казахстан, Иран, Корея, Чехия и другие страны. Утверждены правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19. Деньги для частичной компенсации затрат на проведение мероприятий по профилактике коронавируса. Закупку средств индивидуальной защиты или средств дезинфекции могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе производящие или реализующие подакцизные товары, а также некоммерческие организации, включенные в реестр социально ориентированных или реестр в наибольшей степени пострадавших в связи с коронавирусом. Направить заявление на получение субсидий можно с 15 июля по 15 августа. Более подробную информацию можно получить на сайте mabis63.ru. На этом все. Процветание вашему дому. Их жизнь пропитана романтикой из криминальных сериалов. Они охраняют закон и порядок на улицах Самары в любое время дня и ночи. Наш корреспондент Анатолий Головко решил сменить профессию на один день и побывал на дежурстве вместе с сотрудниками Росгвардии. Диана Корня мечтала бороться с преступностью с самого детства. Смотрела фильмы про полицейских и восхищалась их героическим и самоотверженным трудом. Вопрос о выборе профессии не стоял, ведь в семье хрупкой на первый взгляд девушки много родственников в погонах. Однажды вместе с напарником Диана помогла женщине, на которую напал неадекватный мужчина с ножом. Там была угроза жизни, он прижал ее к стенке, начал на нее нападать, она кричала, помогите, проезжали мимо. Ну, услышали крики, прибежали на эти крики. Мужчина, конечно, побежал, мы его задержали и уже был доставлен в отдел полиции. Напарнику Дианы Владиславу тоже есть что вспомнить. Его любимая история про воришку-аккумуляторщика. Ехали по маршруту патрулирования, уже было светло даже. Увидели мужчину, который шел с аккумулятором. Увидел нашу машину и просто побежал с аккумулятором. Смешная ситуация. Догнали его, спросили откуда, признался, что да, украл. Зачастую сотрудникам Росгвардии бывает не до смеха, ведь силовикам приходится сталкиваться с бывшими сидельцами, наркозбытчиками и даже убийцами. Так получилось и в этот раз. Патрульные заметили мужчину, который шел по проезжей части. Решили поинтересоваться, все ли у него в порядке. Оказалось, что местный житель имеет богатое криминальное прошлое и не раз отбывал наказание в местах не столь отдаленных. Дололись? Да. Судимы были? Обязательно. Ой, а здесь сразу есть не больше. Сотрудники Росгвардии проверили, не числится ли мужчина в розыске и отпустили его домой. Через несколько минут они встретили жителя Узбекистана, который с трудом стоял на ногах. Иностранец признался, праздновал день рождения супруги на речке. Отмечался особым размахом, поэтому потерял обувь. На помощь перепившему мужчине пришел друг, который отвез его домой. На этот раз дежурство закончилось без происшествий, но впереди у силовиков еще много работы. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Прохладная вода, легкая одежда из натуральных тканей и кондиционер. Для спасения от жары, которая установилась в последние дни, в Самаре все средства хороши. Долго ли на термометре будут держаться 38 градусов в тени? У синоптиков узнала Елена Малютина. Пока столбик термометра за окном устремляется вверх, жители Самары ищут новые способы охладиться. У каждого есть свой лайфхак. Многие переносят жару хорошо, но есть и те, кого такая погода не радует. Если 35, то очень жарко. Вот 41 ощущается вообще очень плохо. Это невыносимо жарко. Ну, можно, но не каждый день. Можно два дня в неделю. Остальное желательно, чтобы чуть-чуть жара спала. Потому что даже для здоровья, мне кажется, в возрасте мало кто переносит такую жару. 35 градусов – это что, жара? В Ташкенте не бывали? Вот там – да. А здесь – это ирунда. Ну, мы привычный такой. Климат у нас в Самаре всегда. Бывают такие большие переводы. Нормально, привычный. Рарусно, конечно. Можно купаться, загорать. В жару специалисты рекомендуют носить легкую светлую одежду из натуральных тканей. И не стоит забывать про головные уборы. В самое жаркое время днем лучше оставаться дома. Но если на улицу все-таки необходимо выйти, тогда нужно пить больше воды и исключить алкоголь. Я хорошо переношу жару. Мне она вообще не напрягает. На работе нас кондиционер спасает. Очень. А думаю – сквознячок. Головного убора у меня нету, а вот он нужен обязательно. Очки вот защищает глаза от ультрафиолета. И, конечно, тенечек. Поближе к воде можно. Очень рада, что такая жара наступила. Что есть возможность на пляж съездить, искупаться. Шашлыки съездить, шашлыки пожарить в выходные. Мы с друзьями встретимся. Тем более, в такой достаточно тяжелый год, когда мы все были на самоизоляции, теперь выбраться на природу – конечно, большая радость. Синоптики обещают, что жаркие дни продлятся до августа. Правда, с небольшими перерывами. К концу недели немного похолодает – до 30-32 градусов. Атлантический циклон принесет кратковременные грозовые дожди. Также в некоторых районах может усилиться ветер. Сейчас он юго-восточный – 5-10 метров в секунду. По словам специалистов, в июле температурный рекорд пока не побили. Июль месяц, макушка лета, собственно говоря, это характерно для этого месяца. Очень высокие температуры. За весь период наблюдения у нас самые высокие температуры были, ну, в общем, 39-40. Это 2010 год. Ну, вот 1971 год, чем на вершинах у нас зафиксирована температура 41,9 градуса. То есть практически 42 градуса. И в Кене-Черкасске тоже в этом районе тоже в это время было около 40 градусов. Так что, в общем-то, погреемся, называется. Водоемы из-за высоких температур прогрелись и на несколько градусов превысили температурную норму. Например, река Чапаевка до 25 градусов, водохранилище в Тольятти до 24, а в Самаре вода около 21 градуса. Выходные можно провести на пляже, но не забывая о мерах безопасности. Елена Малютина, Константин Головин. События. С наступлением жары самарцы оккупировали все пляжи, в том числе и несанкционированные. Но купаться в таких местах не только некомфортно, а по час еще и опасно. Дно на стихийных пляжах не обследовано, дежурных спасателей нет, а значит отдых может закончиться трагедией. Только за последнюю неделю на таких неорганизованных пляжах погибли 7 человек. Подробнее Мэри Илчан. На улице стоит жара, и самарцы, чтобы охладиться, отправляются поближе к воде. Но купаться можно не везде. Если на берегу установлен вот такой знак, это значит, что погружаться в воду здесь опасно. В этом году подобные таблички установили на 55 несанкционированных пляжах региона. Именно в таких диких местах и любят отдыхать самарцы. Например, на Шестом Причале или на острове Проран. Здесь меньше людей, но и никто не следит за безопасностью, не обследует дно. Поэтому загорать на таких берегах можно, а в воду заходить нельзя. Это может привести к трагедии. Гибель людей происходит в основном в местах, не предназначенных для купания. Это, соответственно, не оборудованные дикие пляжи. Поэтому хотел бы донести население. Чтобы соблюдали правила поведения на воде, особенно в не оборудованных местах. И все-таки, ну не все-таки, а хотелось бы отметить, чтобы купались и отдыхали на оборудованных пляжах. На Самарской набережной проверили дно, определили зоны купания и установили спасательные посты. Они оснащены всем необходимым для своевременного оказания помощи. Даниил Муравченков работает спасателем уже два года. За одну смену ему приходится помогать как минимум пяти отдыхающим. Есть сухое утопление, есть мокрое. Человек может в принципе не утонуть, да, то есть может там ноги свело, еще что-то. То есть после того, как человека достают из воды, в первую очередь происходит оценка состояния, оценка сознания, пульса. Есть алгоритм А, Б, С, Д, Е, то есть оценка, если есть там кровотечение и так далее. Всего на городских пляжах 14 спасательных постов. Но надеяться только на помощь профессионалов не стоит. Сотрудники служб спасения напоминают, не оставляйте детей на берегу без присмотра, не заплывайте за буйки, избегайте перегрева на пляже и переохлаждения в воде. Кроме того, категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. На телеканале Самара Гиз стартует новый проект. Мы запускаем поэтический флешмоб «Рифмы жизни». Прочитайте любимое стихотворение и запишите себя на смартфон. Начать видео нужно со слов «Привет, Самара Гиз». Присылайте видео на почту, указанную на экране, или делитесь им в своих соцсетях с хэштегом «Рифмы жизни Гиз». Лучшие выступления мы покажем в эфире. Теперь смотреть телеканал Самара Гиз можно и в телефоне, из любой точки мира и в любое время суток. Онлайн-вещание, самые свежие и актуальные новости, а также полная телепрограмма в один клик. Все это доступно в нашем новом приложении. Телеканал Самара Гиз для iOS и Android. Скачайте его прямо сейчас в App Store или в Play Market. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова